6 вечера в Одессе в прямом эфире 7 новости меня зовут игорь буренко здравствуйте в окнянском районе чуть не сгорела целая семья женщина и двое детей в реанимации с тяжелыми ожогами не пострадал только отец который затеял игры с огнем во время семейной ссоры он облил дом бензином 37-летний человек чтоб налякать дружина разлив по будинку близко трех литров бензину та сказав что подпалить его але цього робите не собирался та вышел на улицу жінка в цей час намагался подпалить и плиту в результате чего сталося возгорание в очень тяжелом состоянии пострадавших доставили в одессу младшему ребенку всего четыре года у девочки обгорело 40 процентов тела еще страшнее раны у ее шестилетнего брата у него обожжено 60 процентов тела не лучше состояние и у матери детей все трое пострадавших сейчас в реанимации нарушать режим стерильности медики не разрешают в больнице говорят лечение обойдется в десятки а возможно сотни тысяч гривен одесситы уже собирают для семьи деньги и сдают кровь в областном медицинском центре информация для помощи на ваших экранах во-первых нужны доноры здесь в отделении на территории судостроительной 1 за терапевтическим отделением находится станция переварить переливание крови могут приходить с любой группой крови это не имеет значения нужно просто сказать что это для этой семьи конкретно конечно же интенсивное лечение предполагает и общее местное лечение что собственно с первых минут и осуществлялось но все это требует еще и значительных материальных усилий под поскольку медикаменты перевязочные средства временные покрытия для ран приобретаются в аптеке на оптовом складе и все это требует конечно больших больших средств в новый офис с новым штатом председателя одесской облагосадминистрации максим степанов набирает новую команду ищет сразу троих заместителей главу советника и помощника патронатные службы а также ряд других специалистов соответствующая информация появилась на сайте ведомства в день официального назначения максима степанова я напомню нового руководителя одесской ага представил президент фёдор порошенко 12 января предприятие группы компании тис заняли сразу несколько позиций в топ крупнейших налогоплательщиков украины в сфере логистики в 2016 году тис пополнил государственные и местные бюджеты на 1 миллиард 2 миллиона семьсот девяносто две тысячи гривен налоговая нагрузка на одного работника предприятия по статистике составила 251 тысячу гривен об этом сообщили на предприятии в 2016 году группа терминалов тис совокупно увеличила налоговое отчисление на 41 процент по сравнению с 2015 таким образом группа тис подтвердила свой статус крупнейшего налогоплательщика региона и одного из крупных налогоплательщиков украины за год в одесской области каждый третий ребенок получил свидетельство о рождении прямо в роддоме а почти 900 пар воспользовались услугой брак за сутки в министерстве юстиции подвели итоги своей годовой работы самые интересные цифры 2016 от анны грынев успешные реформы 2016 года представители министерства юстиции поделили на несколько категорий главной гордостью считают так называемый сервис для населения по результатам этих нововведений свидетельство о рождении восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть одесситов получили прямо в родильном доме по всей стране девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь человек в одесской области сто відсотково охвачені чи охоплені пологові будинки їх нараховується 34 і у всіх є офіси чи як кажуть фронт офіси чи просто робочі місця обладнані для видачі безпосередньо батькам новонароджених у пологовых будинках кроме того одеса один із шести городов де заработал сервис брак за сутки новой услугой у нас воспользовались восемьсот тридцать семь пар по всей украине три тысячи пятьсот семьдесят четыре также наслышаны украинцы и о судебной реформе теперь занимать должность судьи можно с тридцати а не двадцати пяти лет при этом обязательно жить в украине не менее десяти лет также в министерстве пообещали повысить зарплаты но при этом активнее мониторить способ жизни служителей закона в итоговой презентации отметили и еще один важный момент є декларации державні службовці та політики стають більш відкритими в данному випадку до той до той прозорості яка необхідна крім того нами безпрецедентно також відкритий реєстр нерухомості та бізнесу не кожна европейська країна може похвалитися таким відкриттям реєстрів также похвастались онлайн сервісом минюста по офіційной информации за время его работы через интернет выдали 62 млн услуг из них один млн платно кроме того в четырнадцатом году в украине заработала система электронных торгов арестованным имуществом а это 14 тысяч лотов на сумму более двух миллиардов гривен с момента старта проекта из них двести тридцать миллионов гривен попали в госбюджет одесский горсовет не освоил почти три миллиона гривен об этом стало известно на аппаратном совещании так управление капитального строительства одесского горсовета в этом году получило 34 миллиона гривен субвенции госбюджета из них потратили 31 миллион 400 тысяч гривен таким образом нетронутыми остались 2 миллиона 600 тысяч эти деньги предназначались для ремонта двух школьных стадионов 2 миллиона 600 тысяч гривен средства субвенции госбюджета согласно порядка были возвращены в государственный бюджет не использованы были деньги по двум объектам укса это капремонт двух стадионов по давида ой страха школа номер 40 и по генерала бочарова 67 чиновники не уточнили по какой причине два школьных стадиона так и не были реконструированы ну а тем временем в мэрии кадровые изменения должность заместителя городского головы покинул вячеслав шандрик в распоряжении мэрии указано что чиновник ушел по собственному желанию напомню шандрик курировал вопросы деятельности исполнительных органов а также строительную сферу кто займет его место пока неизвестно дети в суде первый учебный день в новом году воспитанники галины мартыновой встретили не за школьными партами а в приморском суде напомню по решению одесских чиновников самая большая одесская семья должна быть расформирована а дети отправлены в интернаты и приюты тему продолжит юлия федорова коридоры приморского суда сегодня заняли дети они все воспитанники галины мартыновой выступить на заседании в защиту семьи пришли представители общественных организаций благотворительных фондов волонтеры и юристы государственная политика должна быть направлена на создание условий чтобы дети проживали в семье и если возникают какие-то проблемы то нужно поспособствовать и помочь семье ну как то забрать детей из семьи напомним известный на всю украину приют галины мартыновой собираются закрыть в частном доме под одессой куда этим летом переехала огромная семья чиновники не обнаружили подходящих условий для жизни детей и приняли решение забрать их у матери и отправить в приют но дети оказались против с мамой мы прожили много лет мы ее любим в детском доме я не хочу вам что ничего не заменит там семьи нету и ничего нам не дадут не дадут вместо семьи это родная мама мы привыкли к ней мы прожили много лет мы привыкли к животным это семья в наша сейчас в семье у галины мартыновой 17 детей в вольерах частного дома проживает 150 кошек и собак члены специальной комиссии пришли к выводу так дети не должны жить у меня фосе леди белла и мося у каждый есть своя собака каждый тренирует свою собаку или хомячка например там еще и голуби летают тем более привыкли к маме мама самый близкий друг сегодня галина мартынова не смогла обжаловать решение приморской администрации о лишении ее прав на воспитание приемных детей заседание не состоялось из-за отсутствия представителя администрации необходимых документов суд уважает неможливым провести сегодня судовое заседание а відкласти розгляд справы на иншу дату видимо заранее кто-то знал что приедет пресса что приедет вся семья большая мартыновых и видимо по всей вероятности именно так было спланировано пока идут разбирательства детям пришлось сменить школу вернуться в одессу галина мартынова опасается что их могут забрать из семьи до решения суда постоянно дети под угрозой что их заберут в приют мои домашние дети которые выросли в семье с маленького возраста должны быть в приюте это просто дикость для нас дом в беляевском районе который приобрела семья много лет стоял заброшенный часть здания пришлось восстанавливать с нуля здесь галина мартынова хочет создать центр анимотерапии это альтернативный метод реабилитации и лечения трудных детей с помощью животных но теперь она может никогда не осуществить свои планы следующее заседание приморского суда по делу многодетной семьи состоится 6 февраля юлия федорова андрей кульба седьмой канал бездействие это соучастие стоп насилию над животными под такие лозунги сегодня начала свой рабочий день мэрия в одессе к зданию над умской площади пришли несколько десятков зоозащитников их цель поддержать новый законопроект верховной рады все подробности знает марьям эль-хасан али визгизия это соучастие кто просили над животными возле одесской мэрии несколько десятков активистов все они пришли сюда чтобы поддержать законопроект против насилия над животными который должны рассмотреть верховной раде и его сегодня должна рассматривать верховная рада и поэтому сегодня зоозащитники волонтеры просто неравнодушные граждане в разных городах украины в киеве в днепре в харькове в одессе в белой церкви вышли на в поддержку принятия такого законопроекта на данный момент наказание за жестокое обращение животными это всего лишь штрафы что убить замучить живое существо можно отделавшись просто обычными штрафами то данный законопроект предусматривает ужесточение наказания для живодеров садистов маньяков до 8 лет тюрьмы на акцию протеста люди пришли не одни а со своими питомцами мария протестует вместе с мишкой немецкой овчаркой девушка рассказывает док хантеры могут навредить не только животным но и маленьким детям а мы пришли поддержать законопроекта ужесточение мир наказания потому что травят не только бездомных собак точно также травят домашних собак точно также отрава может подобрать ребенок на митинге екатерина она говорит убийцы животных гораздо опаснее их жертвами могут стать взрослые человек который проявляет жестокость по отношению к животному он испытывает какое-то болезненное самодулетворение удовольствие от того что он делает и эта жестокость в будущем будет распространяться и на людей главная цель активистов сегодня повлиять на решение киева по принятию нового законопроекта люди говорят таким образом есть большая вероятность того что живодеров станет меньше если этого не произойдет активисты обещают и дальше выходить на акции протеста мария мальхасанали евгений руденко седьмой канал взломали забор и занялись шипованием горожане вышли на митинг возле памятника дюку все чтобы защитить деревья и не допустить установку мафов в лунном сквере там сейчас идут работы по реконструкции территории созданию греческого парка подробности знает наш корреспондент екатерина лапицкая борьба за зеленые легкие одессы горожане собирают подписи против вырубки деревьев и установки очередной партии мафов мэр одессы труханов у г.л. и служащим городского совета от граждан города одесса ультиматум мы граждане города категорически возражаем против строительства торговых точек в парке под приморским бульваром требуют высадить в лунном сквере новые деревья на месте уничтоженных видали бату деревьев здоровых близко 50 штук тому это не добре вон это легене места они их нищут чиновники протрухановский и тому наша как бы перша задача сберегти природу одессы просят заменить металлический забор на прозрачную сетку рабицу так горожане смогут контролировать процесс строительных работ а пока лично открывают доступ в сквер на стройплощадке то тут то там сложены распиленные деревья экологи уверяют они могли простоять еще минимум 50 лет с пользой для города многие поддерживали своими корнями склон приморского бульвара чтобы защитить оставшиеся деревья их решили шиповать есть предположение что она тоже будет подвергаться спилу потому что она находится близко к подпорной стене здесь как бы будут планироваться мафы и так далее но необходимо усложнить вы видите люди беспокоены сохранением общественных зеленых зон ну вот это такая скажем так экстремальное такое сохранение деревьев активисты забивают около сотни гвоздей по всему периметру ствола на высоте до двух метров для деревьев это безвредно говорят шипование позволит защитить оставшиеся деревья от бензопил пылка начинает тупиться взлетает цепь ну и такие инши ну известно как что захочут здесь все повыкорчевывать и они повыкорчевывать но мы не можем просто стоять в стороне и дивиться как вырубают дерево в нашем месте участники акции возмущены бездействием городских властей говорят у застройщика нет разрешения на снос деревьев как нет и документов гарантирующих сохранение парковой общественной зон екатерина лапицкая игорь казан же 7 канал масштабную реконструкцию спортивного комплекса олимпийц обещают начать весну этого года по словам представителей областного совета на эти нужды в бюджете области уже заложено 15 миллионов гривен о том что и когда планируют сделать и о нынешнем состоянии спорткомплекса смотрите в сюжете натальи костенко виталий давно и успешно занимается велоспортом а вот бегать начал чуть меньше года назад с наступлением холодов стал тренироваться в олимпийце вместе с другими спортсменами старался закрывать глаза на холод и лужи на покрытие но все изменило попытка переодеться в мужской раздевалке в начале мимо проходил смотрю здесь везде вода я подумал это душевая я вернулся к тренерам и говорю а где переодевалка они говорят вот там я зашел увидел это и на самом деле снимал видео для того чтобы родителям показать за два дня видео посмотрели не только родители детей которые занимаются в спорткомплексе но и более 4000 одесситов хочется чтобы это дело набрало резонанс убежден что такие действия ускорят какие-то выделения бюджетных средств начало каких-либо ремонтных работ я не говорю там капитальных хотя бы какой-то мелкий да чтобы когда ты бежишь по дорожке не нужно было там тебе бежать зигзагом и оббегать лужи те же кто годами занимаются в олимпийце и приносят одессе медали и кубки похоже привыкли показывать результаты вопреки всему даже спортсмены с ограниченными возможностями не верят в возможность что-то изменить для такого города как одесса с развитой экономикой довольно это я считаю ненормально но сделать я ничего не могу в прошлом году на реконструкцию спортивного комплекса из областного бюджета выделили полтора миллиона гривен пока смогли установить только новые фонари а на этот год заложено в бюджете уже прошло по сессии 15 миллионов на ремонт реконструкцию дворца спорта олимпийской на эти деньги планируют сделать новую кровлю поменять остекление утеплить здание решить вопрос с отоплением и обустроить туалеты задумываются и над заменой покрытия вот это первый час будет сделано в течение одного года этого года просто сейчас надо пока пересчитать проектно-смертную документацию это выход на тендер а это где-то по-любому займет ну месяца до трех начать работу обещают в марте апреля 2017 а пока что заниматься детворей заслуженным спортсменам приходится в некомфортных условиях то есть когда на улице минус 17 здесь я думаю минус 5 минус 7 наталья костенко алексей филиппов седьмой канал капризная одесская зима продолжает преподносить водителям неприятные сюрпризы из-за резких перепадов температур с плюса на минус утром и вечером дороги покрыты льдом вождение в таких условиях настоящая лотерея либо доедешь на работу либо нет вот и сегодня утро понедельника началось с аварий фактически во всех районах города одна из них на водопроводный угол бассейного переулка утром вез в садик своего сына соблюдая скорость то есть не превышая 60 километров ехал спокойно трасса скользкая машину начала заносить ее начало крутить вот на повороте и выехал на встречную полосу машину занесло она задом произошел дтп и в капот 99 машины в аварию попали три машины вылетевшая на встречку тойота авенсис снесла 99 и она отлетела в стоящий в правом ряду внедорожник лексус ехавший на пассажирском сидении тойоты малолетний ребенок в дтп не пострадал а вот у водителя ваза травма руки основная версия причины происшествия скользкая дорога на небезопасном закруглении дорогу просто не посыпали песчано-соляной смесью водителям нужно быть сейчас немного аккуратней и как-то держать меньше скорость и повышенную внимательность украине продолжается отбор ведущих конкурса евровидения 2017 он пройдет в мае в столице на сайте медиа няня можно проголосовать за наиболее подходящие кандидатуры среди претендентов есть и одесситы так ведущая программа орел и решка регина тодоренко уже лидирует среди девушек она набрала почти две с половиной тысячи голосов ей удалось обогнать таких известных медиаперсон как ольгу фреймут катю осачью и машу ефросинину среди мужчин одесситов выдвигают три кандидатуры андрея доманского антона равицкого и игоря пупкова но к сожалению их пока обходят владимир зеленский и сергей притула к слову именно одесса уступила киеву право проведения евровидения 2017 автопортрет с музейным экспонатом 18 января все музеи одесской области кроме художественного будут доступны для съемок селфи это международный флешмоб европейской компании culture teams в украине он будет проходить уже в третий раз для того чтобы принять участие в акции достаточно найти свой экспонат встать рядом и сфотографироваться потом фото с особой пометкой хэштегом museum селфи выставить в соцсети отмечу что в прошлом году в международном флешмобе участвовали лишь два одесских музея это дом блещунова и музей западного и восточного искусства рождество для всех организация новая жизнь устроила праздник для многодетных и малоимущих семей детям вручили подарки и накрыли сладкий стол организаторы просят одесситов не оставаться в стороне и присоединиться к помощи нуждающимся приносить вещи теплые вещи обувь и предметы быта на столбовую 19 а ольга голодова расскажет подробнее в помещении организации новая жизнь что на столбовой 19 а играет музыка поют и танцуют взрослые и дети организаторы поздравляют маленьких одесситов с новогодними и рождественскими праздниками помогаем семьям которые они малоимущие многодетные где нуждается все и вещи и мебель и все поэтому тут на этом столбовой 19 а мы принимаем любую помощь то есть то что мешает людям дома мы можем принять и этим мы можем помочь каким-то семьям которые имеют нужду подобные мероприятия проводят пятый год подряд каждый раз для многодетных мам это особенный день они получают здесь заряд энергии главное настроить себя что дети это не обуза дети это радость то есть вот нас здесь кстати этому учат что дети это радость поэтому мы очень благодарны в этом году на праздник ждали чуть более сотни людей пришло в два раза больше организаторы были к этому готовы подарков хватит всем ну что ребята привет на подобных мероприятиях у родителей есть время отдохнуть и пообщаться между собой пока их дети находят новых друзей просто подруги мы встретились в лагере также мы были в лагере как многодетные и там мы познакомились оказалось что мы близко живем и вот сейчас общаемся организация новая жизнь помогает нуждающимся семьям круглогодично дети посещают бесплатные занятия учатся рисовать лепить мастерить а когда в семье пятеро детей и есть бесплатно кружок куда ты можешь отвезти ребенка это же очень много что значит и для семьи и в моральном и в материальном тоже попробуйте выложить за детей копеечку когда их ни один дома не два не треть даже 5 у нас тут получается район такой поселок немного всего у нас вот всяких кружков таких довольно отдаленная центр города в центре много всякого такого а у нас очень мало и вот очень хорошо что они вот занимаются развитием деток если вы собираетесь выбросить какие-то ненужные вам вещи не торопитесь поделитесь ими с теми кто в них действительно нуждается теплые вещи обувь технику и мебель ждут на столбовой 19 а к слову ближайшее время пенсионерам и детям инвалидам организация будет выдавать продуктовые пакеты так что можете привозить и продукты питания делать добро несложно ольга голодова алексей барановский седьмой канал на этом у нас пока все следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте в твиттере и социальных сетях если вы стали очевидцем интересного события звоните нам в редакцию телефон 726-3226 итоги дня как всегда подводим в 20.00 хорошего вам вечера и оставайтесь седьмым будет интересно а а